Что касается зоны отчуждения. Зона отчуждения – это уникальнейший полигон, конечно, для проведения радиоэкологических и радиобиологических исследований. Такого полигона в мире второго нет. Даже после Фукушинской аварии там только цезиевое загрязнение, там нет загрязнения другими радионуклидами, как у нас в Чернобыльской зоне. Что касается стронция 90-го, радиозатопов плутония, америция 241-го. Это очень высокие уровни радиоактивного загрязнения. Скажем, максимальное значение мощности дозы у нас в Чернобыльской зоне в рыжем лесу достигают порядка 100-200 микрогрей в час. В Фукушинской зоне максимальные уровни – это в районе 8-10 микрогрей в час. То есть это на порядок меньшее значение. Поэтому Чернобыльская зона является действительно уникальным полигоном для получения новых знаний, которые невозможно получить в лабораторных условиях. Дело в том, что в лабораторных условиях экспериментальные результаты существенно отличаются от тех, которые можно получить в естественных условиях, в частности в Чернобыльской зоне отчуждения. Вот в последнее время мы занимаемся вместе с нашими коллегами из заповедника Чернобыльского, из экоцентра, и норвежскими коллегами – рыбами. И вот, например, рыбы можно это показать. То есть вы, например, если в аквариуме в лаборатории будете держать, какой корм и какого уровня загрязнения вы его дадите, это рыб, такое будет загрязнение рыбы. В естественных же условиях рыба сама выбирает, что ей есть, когда ей есть и какого уровня будет загрязнение при этом корм. Поэтому продублировать это в принципе невозможно. Ну и если говорить о наиболее перспективных исследованиях, то вообще с точки зрения АНСКЕР, в общем-то, сделан такой вывод, что при мощности дозы меньше 100 микрогрей в час для наземных систем, для организмов наземных систем и для водных систем на уровне 400 микрогрей в час, в общем-то, какие-то нарушения на популяционном уровне наблюдаться не будут. Поэтому на большей территории зоны отчуждения мы имеем, в общем-то, дозы меньше этих значений. Для водных экосистем это везде практически, для наземных экосистем это только ограниченные участки рыжего леса, где, вот я говорил, доза может превышать 100 микрогрей в час. Поэтому очень сложно изучать воздействие, ионизирующее излучение на организмы при таких малых уровнях. Существует очень много других факторов, которые также влияют, проявляются в виде каких-то эффектов, которые совершенно невозможно вычленить и сказать, это обусловлено воздействием радиации или воздействием других факторов. Ну, в частности, вот совершенно такой простой пример. Многие изучают пропадание, то, что нет опекального доминирования у сосны. То есть пропадает центральный проводник, и сосна выглядит как пальма. Наши коллеги, которые занимались этим в нашем институте, сейчас работают в Акушиме, обнаружили такое и там. Но в Черномыльской зоне, например, очень сложно отличить этот эффект от банального съедания лосем в макушке этой сосны. Что происходит как раз, когда дереву 6-8 лет, и оно наиболее удобно для лося. Поэтому, в общем-то, зона отчуждения, с моей точки зрения, ну, как я уже сказал, что это уникальный полигон для проведения исследований. А наиболее такие интересные исследования, которые можно продолжить, это, в общем-то, миграция, поведение радионуклидов в естественной среде, поступление их в организм, и дальше оценки дозовых нагрузок, ну, и дальше, если будут эффекты, конечно. Потому что в настоящее время многие занимаются радиобиологическими эффектами, но при этом дозовые нагрузки оценить очень сложно. Например, та же самая рыба. Дело в том, что кроме внутренней дозы облучения за счет того, что радионуклиды будут в костях и мясе есть, что можно легко померить и оценить, очень сложно оценить внешнюю дозу облучения рыбы. Потому что, по данным наших коллег, Дмитрия Гудкова, например, они сделали вывод, что основную дозу те же карасили не получают в зимнее время, когда находятся в зимовальных ямах, взрываются выл. Но мы не знаем, как глубоко они взрываются выл, потому что там распределение тоже очень сложное, с максимумом на глубине 35 сантиметров, когда произошла Чернобыльская авария, а потом, в общем-то, шли чистые отложения. Какое время? На какой глубине? Сколько там себя, сколько она ведет? По данным других коллег, уже в августе концентрация кислорода ниже двух метров в том же озере глубокая такая, что рыбы там жить не может. И аммония концентрация очень большая. Поэтому все это требует изучения именно в реальных условиях. И эти исследования мы тоже планируем, конечно, проводить. Но здесь следует отметить, что эпоха, когда, в общем-то, наука делалась с помощью клея, пластилина и скотча, она закончилась. И для того, чтобы получать какие-то серьезные результаты, нужна очень хорошая аналитическая аппаратура. Поэтому пока мы выиграем, что имеем такой прекрасный полигон, и какие-то только по верхам уже получать результаты, но для того, чтобы иметь, в общем-то, глубинные, очень серьезные исследования, нужна помощь наших зарубежных коллег. Спасибо. А как вы считаете, мы говорили много раз о том, что характер радионуклидного загрязнения Чернобыля и Фукусимы достаточно разный. Можно ли сравнивать результаты, полученные у нас и у них? И можно ли говорить о том, что две эти зоны комплементарны для радиоэкологических исследований? Потому что в Фукусиме другой тип почв, например. В Фукусиме есть достаточно большая территория океана, загрязненная радионуклидами. Можем ли мы использовать эти две зоны как одну такую целую модель для радиоэкологических исследований? Ну, конечно, в какой-то части можно использовать, а где-то нельзя, где принципиально разное поведение радионуклидов. С точки зрения воздействия, такой параметр, как поглощенная доза, она не зависит совершенно ни от форм выпадений. И при любом распределении радионуклидов можно оценить. Потому что, в общем-то, доза – это та универсальная величина, которая определяет воздействие ионизирующего излучения на любые организмы. С точки зрения миграции, загрязнения продукции, в общем-то, могут быть разные результаты, но подходы сами по себе, они, в общем-то, достаточно одинаковые. И поэтому можно результаты, полученные в Чернобыле, использовать для экстраполяции результатов, какие будут в фокусе. Спасибо. А с точки зрения, опять же, радиоэкологических исследований, мы говорим о том, что очень важно их проводить, действительно, очень важно проводить оценку доз. А где эти результаты могут быть применены? Если выходить за пределы радионуклидного загрязнения, может быть, мы могли бы поделиться со слушателями этим, ответом на этот вопрос? Ну, дело в том, что эти результаты очень важны для, во-первых, ликвидации уже существующих аварий, для того, чтобы четко нам осознавать, это опасно или не опасно, потому что можно до бесконечности говорить, что, например, мы хотим поменять зонирование в Киевской области некоторых населенных пунктов, где на протяжении последних 20 лет доза не превышает 0,5 милизевертов. При этом за счет естественного природного фона человек получает намного большие дозы, но всегда находятся оппоненты, говорят, нет, это вредно, вы не учитываете влияние плутония, вы не учитываете влияние америции, хотя мы все это учитываем, мы все знаем поведение, но, тем не менее, для того, чтобы аргументированно, в общем-то, подойти к этому вопросу, мы должны иметь определенные результаты. И вот эти результаты, они получаются в таких радиобиологических исследованиях. Поэтому это очень важно и очень нужно. Кроме того, мы не застрахованы от любых, в общем-то, аварийных ситуаций, которые могут произойти, и надо быть готовыми к этому. К сожалению, вот когда была Чернобыльская авария, мы совершенно не имели представления о поведении топливной компонентой чернобыльских радиоактивных выпадений. Ну и, в частности, считали, что Стронций будет вести себя точно так же, как в Челябинске он себя ввел, как после глобальных выпадений, что сразу будет большой переход в воду. В результате проводились очень большие работы по предотвращению поступления радионуклидов в водную систему, обвальцовка, дамбы строились. Хотя всего этого можно было бы не делать, зная, что Стронций находился в матрице частиц оксидных, облученного ядерного топлива, и был, в общем-то, недоступен для миграции в окружающей среде. Это как вода, закрытая в бутылке. Пока бутылку не откроешь, ничто не выйдет. Так и Стронций был в этих частицах. И только со временем эти частицы начали разрушаться, растворяться, радионуклиды переходили в почвенные растворы, дальше включались в процессы миграции, загрязнения растений, миграцию в грунтовые воды, в поверхностные воды. Но этот процесс был очень медленный, и до настоящего времени в зоне очень много мест, скажем, на западном следе, где половина активности находится в составе топливных частиц. В донных отложениях прудоохладителя до сих пор топливные частицы оказались как бы законсервированы в этих донных отложениях, радионуклиды находились в их матрице и находились.